МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Смертельный деликатес, пропавшая могила и опасные балконы". Это социальный патруль. Я Павел Васильев сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Нерыбный день. Девять жителей Запорожской области заболели ботулизмом". -"Где могила? На Капустяном кладбище исчезло захоронение". -"Опасная архитектура. Аварийные балконы военного городка". Десятки заболевших и четверо погибших. Украину накрыла волна смертельно опасной болезни. Ботулизма. На этой карте выделены регионы, где на данный момент зафиксированы случаи заболевания. Это Винницкая, Одесская, Киевская, Сумская, Полтавская, Херсонская и Запорожской области. По одному человеку погибли в Одесской, Сумской, Полтавской и Киевской областях. В Запорожской области летальных исходов пока нет, но наш регион лидирует по количеству зафиксированных случаев заражения. Девять человек с начала года. По одному в Мелитопольском, Черниговском и Васильевском районе. Два человека в Энергодаре и четыре в Запорожье. Причина заражения у всех одна. Это рыба. В случае заражения батулизмом в Украине фиксируется каждый год. Но если раньше большинство заболевших ели рыбу, изготовленную кустарным способом, купленную с рук, то сейчас очень много людей заболели, отведав продукцию из магазинов и даже крупных торговых сетей. Кроме всего прочего, сейчас лечить батулизм очень тяжело. Действие государственного сертификата для сыворотки от батулизма закончилось еще в 2014 году. И пока Минздрав не может закупить препарат, а без его введения в кратчайшие сроки пациенту грозит смерть. Социальный патруль отправился на поиски рыбы на торговые площадки и стихийные рынки города Запорожья для того, чтобы проверить, могут ли продавцы гарантировать качество своего товара. Первое, что нужно знать о батулизме, что он развивается в водоемах, как правило. Бактерии батулизма очень любят стоячую воду, заиленные водоемы. Далее рыба проглатывает ил с бактериями батулизма, и все, батулизм находится в рыбе. И если ее не придать нормальной термической обработке, то, скорее всего, можно заразиться и заболеть. Наибольшую опасность представляют любые консервы и копченая, либо вяленая рыба, приготовленная с нарушением технологии. Зараженные батулизмом консервы легко определить по вздувшимся крышкам. Рыбу с бактериями батулизма от безопасного продукта отличить на глаз невозможно. Единственный способ – лабораторные исследования. В Запорожской области на сегодняшний момент зарегистрировано 9 случаев заболевания батулизмом. На днях в реанимацию попали 3 женщины. Скорее всего, причиной заражения стал вяленый лещ. Все больные тяжелые. Все больные батулизмом требуют лечения в реанимационном отделении, поскольку никто не знает, когда наступит поражение дыхательного центра и будет существовать угроза жизни человека, остановка дыхания. В Запорожской области от батулизма пока никто не умер. Но ситуация тяжелая. Инфекция батулизма – это одна из самых серьезных и самых сложных инфекций. Это не банальная кишечная инфекция. Это самый, допустим, страшный нейротоксин, который существует в природе. И фактически все больные, которые сталкивались с проявлением данного заболевания, оказывались на реанимационной койке. Происходит быстрое поражение нервной системы, и человек парализуется настолько, что не может дышать. А теперь то, о чем все знают с 2014 года, и до сих пор никто не может исправить ситуацию. Сыворотки в Украине нет. Родственники заболевших достают ее любыми путями. Все, что вы спросили, заходится за рамками правового поля. И мы, как официальные представители власти, на этот момент не хотим давать этому комментарию. Это делают родственники, и это связано по жизненным показаниям. Есть и сложности с проверкой предприятий, реализующих рыбу. Поэтому вся ответственность за качество продукта лежит на производителях и продавцах. С учетом моратория есть проблема выйти на объект, проверить самостоятельность службы. Поэтому мы инициируем эти вопросы перед администрацией. Создаются комиссии, где участвуют наши специалисты и проводят данную работу. На сегодняшний день эти рейды идут по городу Запорожье и по районам нашей Запорожской области. Сегодня мы также усилили контроль за реализацией рыбы и рыбной продукции на рынках города и области. Социальный патруль решил узнать, что делать, чтобы и рыбку съесть, и ботулизмом не заболеть. Первый визит на один из рынков города. Это ветеринарная лаборатория. Ее работники отвечают за пищевую безопасность продуктов. Для начала показывают свою коллекцию препаратов. В полулитровых банках то, с чем каждый из нас вряд ли бы хотел познакомиться в своей тарелке. Многочисленные паразиты. А вот ботулизм показать не могут. Во-первых, разглядеть его невозможно. Во-вторых, в этой лаборатории он не определяется. Это должны делать специалисты санстанции. Вместе с врачами я направляюсь в один из магазинов на территории рынка. Здесь торгуют рыбой, и каждая партия товара должна быть оформлена по всем документам. В данном случае все в порядке. Документ называется «Паспорт производителя». Вот здесь наименование продукции, количество продукции, дата изготовления, выставок Державной санэпидемслужбы, то есть номер выставки, дата, подпись, печать. Все это должно быть. Любой покупатель имеет право зайти на рынок, потребовать магазин, где эта рыба продается, для того, чтобы быть уверенным в том, что рыба действительно прошла экспертизу, и что она безопасна для потребителя. Вот в этом магазине это все есть. Документы есть, покупателей нет. Напуганные батулизмом запорожцы не спешат сметать рыбу с прилавков. Побаивается. Вы же видите, никого нет. Малость побаивается. Хотя это, я думаю, зря. Мало не только покупателей, мало и рыбы. Там, где еще неделю назад активно торговали копченостями прямо с колес, пусто. Остались только оригинальные прилавки. Это Александровский район Запорожье. Одно из популярных мест, где обычно торгуют вяленой, копченой, сушеной рыбой. Наверняка без всяких документов. Об этом месте знают многие жители района. Находится оно на достаточно популярном малом рынке. Обычно торгуют на вот этих вот двух запорожцев. Однако сейчас рыбы здесь нет. То ли не сезон, то ли не время, то ли просто люди перестали покупать вяленую рыбу. Зато чуть ближе к проспекту торговля есть. Небольшая будка на колесах. В продаже верховодка – 120 гривен за килограмм. Прошу продавца предоставить документы на товар. В ответ киоск закрывается, а его работник по телефону сообщает о визите журналистов – владельцу. Олег, у меня к вам один всего-навсего вопрос. Вы мне сейчас на него честно ответите, и у меня больше к вам вопросов не будет. Вот та рыба, которая сейчас продается в этом киоске на малом рынке, там есть документы или нет? Из достаточно эмоционального монолога я узнаю, что документы есть, но еще не в Запорожье. Будут скоро в течение нескольких дней. Лично у меня такая формулировка вызывает определенные сомнения. Здесь я бы покупать рыбу не рискнул. Впрочем, и крупная торговая сеть не гарантия безопасности. Три жительницы Запорожья, которые на минувших выходных отравились рыбой, купили ее в магазине. Сейчас партия от производителя из Кировоградской области изъята и отправлена на экспертизу. Итак, что нужно делать, чтобы не пострадать от батулизма? Какие симптомы, как лечить? Об этом разговор с нашим гостем Ирина Иванова, главный инфекционист Запорожской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Первый же вопрос, который интересует буквально всех источники этого яда. Как можно заболеть, как можно им отравиться? Причиной батулизма обычно являются продукты питания, в которых накопился токсин батулизма, ботулотоксин, и который является очень сильным ядом. Это сильнейший яд, он сильнее цианистого калия. И в 300 тысяч раз по своей силе превосходит яд грузы, кобры, то есть змей. Это очень сильный токсин, и в зависимости от того, какое количество его накопилось в продуктах питания, зависит и течение заболевания, и исходы, даже можно сказать так. То есть как этот токсин попадает в продукты питания? Токсин является, ботулотоксин является анаэробом, точнее, возбудители батулизма попадают в анаэробные условия, образуются вегетативные формы, которые в результате разрушения споры, капсулы, как бы прорастания самого этого микроба, и в результате их они выделяют очень сильный яд, ботулотоксин. А вообще возбудители батулизма находятся в окружающей среде в достаточно большом количестве. Это почва, это речной ил, это речная вода и песок и так далее. И их большое количество находится в кишечнике как человека, так и животных, птиц и так далее. И которые, благополучно проходя кишечник, находятся в строго такой прочной капсуле или споре, как они называются правильно, они выходят из организма, не причиняя человеку никакого вреда, поскольку в кишечнике человека и животных находится большое количество кислорода. То есть чтобы токсин образовался, нужно отсутствие кислорода? В каких случаях мы имеем это? Это во время домашнего консервирования, когда температурная обработка продуктов, допустим, огурцов, грибов, кабачков, она с недостаточно вымытыми овощами, частички почвы попадают в анаэробные условия, консервированную банку, без воздуха. И вот происходит накопление этого токсина. Потому что домашнее консервирование – это температура обработки 100 градусов. Она не убивает, не разрушает спору, и поэтому эти микробы благополучно остаются неповрежденными. То, что касается промышленного консервирования, когда температура 120 градусов, то там 10, 20, 30 минут достаточно для того, чтобы эти споры были разрушены. Поэтому, когда это производство промышленное, соблюдается вся технология, под строгим контролем все находится, эти продукты можно есть и не бояться батулизма. То есть любители домашней консервации должны очень тщательно мыть? Должны очень тщательно мыть, да, и соблюдать все правила консервации. Потому что в таком случае мы имели случай батулизма после употребления грибов, после употребления огурцов домашнего консервирования. То же самое происходит, если это толстый слой окорока или мяса, когда каким-то образом это во время разделки, ну, бросают нож на землю, потом протыкают вот это мясо, и мясо смыкается, и опять же образуется безвоздушное пространство. То же самое и в колбасе, может быть, и в других продуктах. Но в последнее время нас больше всего, конечно, настораживает эта вяленая рыба. Это так бывает, к сожалению, каждый год. Вот как только начинается теплое время года, в основном причиной батулизма у людей является вяленая рыба. Поскольку споры батулизма уже находятся в кишечнике рыбы. Опять же, во время разделки ее не уничтожаются, не убираются внутренности. Все это потом плотно смыкается, и получается безвоздушное пространство, где накапливается большой слой, большое количество ботулотоксина. То есть, насколько известно, вы можете, да, сейчас подтвердить, вот все 9 случаев, которые были в Запорожской области, это именно из-за рыбы? Преимущественно, да. Преимущественно, да. Иногда бывает такое, что даже трудно установить причину. Не всегда люди помнят, что они едят. Иногда бывает, люди едят несколько продуктов питания. Был такой случай, когда один больной ел, ну это не в этом году было, он ел и грибы вешенки консервированные, и вяленую рыбу. Мы как-то сразу подумали, что это рыба, а на самом деле оказалось грибы. А первые симптомы, на которые нужно обратить внимание, то есть, что должно человека напрячь? Батулизм – это заболевание, которое относится к разряду пищевых токсикоинфекций. И поэтому иногда, но не всегда, заболевание начинается, как любая кишечная инфекция. То есть, может быть, подташнивание, рвота, даже послабление стула, но не характерно повышение температуры тела. Далее очень быстро развиваются симптомы, такие как слабость, причем нарастающая слабость, мышечная слабость. Буквально больной повисает на сопровождающих, которые его ведут. У больных развивается сухость очень быстро во рту. Причем сухость такая, что он для того, чтобы что-то сказать, все время пьет воду, потому что язык буквально прилипает к небу. Ну и следом начинается проявляться поражение глазодвигательной мускулатуры и глазные симптомы, так называемые. То есть, человек рассказывает, что не может читать печатный текст, у него сетка перед глазами, у него мелькание мушек, у него расплывчатость изображения, двоение в глазах. Далее прогрессируют симптомы, характерные для нарушения глотания. Тоже комок в горле. Вначале он не может глотать твердую пищу. Далее это прогрессирует. Он уже не может глотать и жидкую пищу, она выливается через нос. И это опасно асфиксией. Как на первых этапах можно в самом начале болезни определить, что это именно батулизм? Как быстро он развивается? Батулизм развивается быстро. Для этого заболевания характерен короткий инкубационный период. То есть, с момента употребления пищевого продукта подозрительного может пройти всего несколько часов. То есть, нужно как можно быстрее обращаться к врачу? Да, от 6 до 10 часов и уже симптоматика появляется. И прогрессирует она очень быстро. Поэтому, если есть в анамнезе подозрение на какой-то пищевой продукт, который может быть причиной, значит, нужно сразу вызывать скорую помощь. И до приезда скорой помощи начинать самостоятельно интенсивно промывать желудок. До чистой воды. Причем объем жидкости для промывания может 3-5 литров составлять. Лучше, если это будет раствор пищевой соды. До 5-процентный раствор будет хорош для промывания желудка в случае подозрения на батулизм. Далее, прием сорбента. Все какие сорбенты есть сейчас у многих в домашних аптечках. Активированный уголь, белый уголь, энтеросгель, сорбец и так далее. Все это нужно немедленно принять в самом большом количестве и отправляться в больницу. И самый больной вопрос, мы приезжаем в больницу, а сыворотки нет. И самый вопрос, мы приезжаем в больницу, осматриваемся врачом, выставляется правильный диагноз, обязательно снова промывается желудок, промывается кишечник для того, чтобы максимально вымыть токсины из организма. Назначается дезинтоксикационная терапия и начинаем добывать сыворотку. А сыворотка? Ну, сыворотка находится. Ну, в Украине официально сыворотки нет. Да, ну, это вопрос, к сожалению, уже на протяжении последних трех лет, 2014 года. Ну, я могу одно сказать, что у нас, к счастью большому, больные не пострадали, не умерли от батулизма, и все они получали сыворотку. Большое спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был главный инфекционист Запорожьей области Ирина Иванова. А мы продолжаем наш социальный патруль. Кладбищенские разборки. На прошлой неделе в соцсети облетела публикация жительницы Запорожья Лилии Клименко. Она утверждает, что над могилой ее матери, находящейся на Капустяном кладбище, надругались. Захоронения сравняли с землей, деревянный крест выкорчевали, а табличку с инициалами переместили на другую могилу. На месте же реального погребения установили стол и скамью. В произошедшем Лилия Клименко винит работников коммунального предприятия «Ритуал». Те же, в свою очередь, утверждают, женщина попросту забыла, где находится могила ее матери, так как давно не была на кладбище. И вообще все произошедшее самопиар, так как Лилия работает журналисткой. Социальный патруль попытался разобраться в этой ситуации, пообщался со всеми участниками конфликта. Подробности в сюжете Екатерины Даньшиной. Здесь была могила. Рядом возле нее были две заброшенных могилы. Не знаю, чьи они были, без опознавания. На могиле мамы стоял большой крест. Мы там постоянно меняли рушник. Росло деревце. И вот из-под этой грады проросла сирень. Лилия Клименко показывает место захоронения своей матери. Вспоминает, когда пришла сюда в канун поминальных дней, вместо могилы увидела лишь небольшую насыпь. Через некоторое время на месте насыпи появились стол и скамья. А табличка с инициалами матери Лилии перекочевала на другое захоронение. Я сразу заявила, что эта могила не моей мамы. Я не знаю, чья это могила. Я не могу поставить памятник на чужой могиле. Я не могу его сквернить. Я не могу позволить, чтобы по маминой могиле топтались. Стоял столик, стояли эти плиты. Возвращать это место они не хотят. То, что могила располагалась именно на этом месте, подтверждает Олег Германюк. Говорит, знаком с семьей Лилии с детства. Так как жили по соседству. Его мама была в дружеских отношениях с мамой Лилии. Поэтому присутствовал на похоронах. Бывал здесь и несколько раз после этого. Последний раз здесь было в 2014 году. Крест и могила находились, где Лиля показывала. А сбоку были такие, чем бы все ни трудно, такие, как заброшенные до холмика. Там стала одна железная какая-то, памятничек, прям уже втопленный. И вот все, что там было. Для разъяснения ситуации направляемся к администрации кладбища. Вы понимаете, ну никак я не могу, чтобы там могли захоронить. Могила там стоит. Никуда она не делась. Я просто женщина разровняла, поставила столик. Она говорит, там был мусорник. И она поставила стол. Я вот сегодня ей не могу дозвониться. Кроме того, Светлана Ансимова утверждает, стол из камью установили родственники человека, захороненного рядом. Однако о своих действиях администрацию не оповещали. Она никого не спросила, поставила стол. Она хотя бы зашла, предупредила или сказала, что там рядом. Но она говорит, что там был мусор. Никакого ни кристалла, не видела ничего. Лилия Клименко сообщает. Такие отговорки слышала неоднократно. На этот раз решает за помощью обратиться в правоохранительные органы. Запорежье, полиция 32. Здравствуйте, меня зовут Лилия Клименко. Я вам звоню с Капустянского кладбища. Мы пришли на могилу моей мамы, а ее сравняли с лицом без земли. Спустя 20 минут полицейские прибывают на место. Сталили, выслушали место, сфотографировали, заявление оформили. В моей практике это первый раз такое. До этого с такими не сталкивались. Будет, сегодня будет принято заявление, будет проводиться расследование, будет внесено в ЕРДР. Социальный патруль решил услышать мнение и второй стороны руководства КП «Ритуал». Они в свою очередь говорят, женщина попросту забыла, где находится захоронение ее матери, так как редко бывала на кладбище. Сейчас она говорит, что чуть ли не каждый день была там. Но мы знаем, когда разбирались по этому вопросу с ней, когда она первый раз пришла на кладбище, она сама это подтверждала. Она говорила о том, что да, я журналист, да, я работаю в Киеве, да, я человек занятой, да, я последний раз на кладбище у мамы была очень-очень давно. Также представители КП утверждают, что могила, которую Лилия Клименко называет импровизированной и чужой, это действительно могила ее мамы. Там похоронена действительно Ивженко Клавдия Дмитриевна. Вопрос в том, что с этим не согласна сама Клименко. Я не знаю, по каким причинам она не согласна. Может быть, потому что она действительно заблуждается в месте захоронения. Заблуждается потому, что долгое время не ходила туда. Может быть, и мне так кажется, это просто пиар. Не согласна с этим до сих пор Лилия Клименко. Они настолько навязывают и доказывают, что тут ничего нет, что у нас возникло подозрение, что останки мамы вывезли и просто выбросили, чтобы замести следы. В крайнем случае их могли где-то, может быть, туда набросать. Представители КП «Ритуал» тоже написали заявление в правоохранительные органы. В нем прописали конкретный алгоритм действий, которые помогут разобраться в деле. Помимо эксгумации трупов, эксгумации раскопки тех могил и эксгумации тех трупов, которые там похоронены, я прошу сотрудников полиции назначить экспертизу поверхности грунта, которая докажет не только нам и Лилия Клименко, а всем остальным, что на том месте, куда она показывает, могилы, раскопки никогда не проводились. И почвенный покров не нарушался. Именно проведение экспертиз сможет поставить точку в данном деле. Тогда и станет понятно, кто в этой ситуации прав, а кто нет. В Главном управлении Национальной полиции области сообщили, что по данному факту будет начато уголовное производство. Сейчас правоохранители изучают всю возможную информацию. Осторожно, падающие балконы. Таблички с такой надписью нужно установить в военном городке возле дома номер 70 по улице Военстрой. Здесь практически у всех жильцов четырехэтажного дома балконы находятся в аварийном состоянии и уже в буквальном смысле дышат наладом. Аварийная ситуация беспокоит не только местных жителей, но и родителей, чьи дети каждый день идут в школу и детский сад мимо аварийных балконов. Обращения жильцов к коммунальным службам и к городским властям результата не принесли. Справедливости ради стоит сказать, что в прошлом году в доме отремонтировали кровлю, но привести в порядок балконы обещают из года в год. Социальный патруль пообщался и с жильцами дома, и с представителями его обслуживающего предприятия. Каковы перспективы у многочисленных аварийных объектов, узнавал Валерий Калайтан. Опасность обрушения балкона в доме номер 70 по улице Военстрой растет с каждым днем. Местные жильцы уже не один раз были свидетелями того, как с их аварийных балконов осыпается не только штукатурка, но и сама металлическая конструкция. Этот дом был построен в 30-е годы прошлого века. Его ремонтировали единожды, когда восстанавливали жилой фонд города в послевоенный период. В этой многоэтажке последний раз работы велись в 1958 году. После этого, говорит Людмила, ремонт в доме ни разу не проводился. Наиболее опасны сейчас балконы, которые давно были признаны аварийными. Балконы у нас никто, ни до меня, ни при нас никто не делал. Просто с этим, с годами дом, видимо, разрушается. Посмотрите, балконы сыпятся, вся эта штукатурка сыпается. Мало того, что у нас штукатурка, плюс еще куски арматуры отлетают. Балкон стал проседать, он проваливается. И вниз он уже полетели куски. Над нами он висит. Это просто ужас страшно. Действительно, внизу на балконе сквозные дыры. Вверху слой отслоившейся штукатурки. Находиться здесь опасно. Если вот этих вот трещин не было, вначале вот здесь кусок он отвалился, лежит у соседей на балконе. Теперь вот эти вот трещины стали появляться все больше и больше. И плита же оседает, она вот становится вниз. Просто так думаю, в один прекрасный момент я выйду с балкона, открою дверь, а тут балкона нет. Он просто вот так рухнет туда и все. В таком состоянии фактически все балконы дома. На аварийную ситуацию своего жалуется и Лариса Ляшевич. И сверху варится, выйдешь на балкон и боишься. Выйдешь, потому что посмотришь, ага, вроде сегодня не упадет, повесишь белье. А муж у меня инвалид первой группы. Он не всегда, мы можем с ним выйти на улицу. Значит, на балкон. И боимся по одному выходим на балкон. Опасно это не только для местных жителей, когда они выходят на балкон, но и когда наступает учебный год. Ведь рядом с домом расположена школа и детский садик. Сотни детей каждый день проходят возле аварийных объектов. Утром дети и детей ведут в детский сад, в школу идут дети. И вот это вот что-то упадет кому-то на голову. Это же просто страшно представить. Своими силами отремонтировать балконы люди не в силах. К тому же в аварийном состоянии не только они. Без капитального ремонта тут просто не обойтись. Люди своими средствами это физически просто не могут сделать. Если бы была какая-то помощь, хотя бы то, что они нам тут обещают, отписки присылают, хотя бы сделали бы кусочек из того. И то бы облегчили людям жизнь. Вот так не рушился бы дом. Столько лет дому, и если вообще ничего тут не делать, извините, тут будут руины. Особенно в нашем доме, как расходятся трещины, расходятся два подъезда, скоро друг другу будут махать руками. Обращения в коммунальные службы результата не принесли. Обещанный ремонт переносится из года в год. Звонила на 1580 несколько раз, несколько лет. Обещают, на следующий год ваш дом стоит на капитальном ремонте. Хорошо, ждем. Опять на следующий год ваш дом стоит на капитальном ремонте. Ждем. Вот до сих пор. Страшно выйти на балкон. Когда говоришь, им они говорят, мы вам заклеим балкон, срежем его и все, и будете без балкона. Вот ответ. Кроме того, чтобы срезать балконы, жильцам предлагали еще несколько вариантов решения проблемы. Один из них – опечатывание аварийного объекта либо ограждение прилегающей территории. Это нехуй реакция. Единственная была их реакция, это в прошлом году осенью, они мне вот здесь вот, от дерева до дерева, нарвали тряпочек и завязали тряпочками, чтобы здесь никто не ходил. Вообще обсуждал. В КП наш город говорят. Весной в военном городке провели обследование жилого фонда. Изучили проблемы и этого дома. Его, как и еще 8 многоэтажек, ожидает капитальный ремонт. По итогам работы прошлого весеннего осмотра, воинстрой-70 у нас попал за бюджетное финансирование по капремонту на усиление балконов, на ремонт балконов, на усиление, укрепление лоджий, на ремонт вентканалов, на ремонт отмостки, примыкания, цоколя. Сейчас завершается подготовка необходимых документов, просчитывается стоимость работ и составляется проект. Затем смогут приступить к капитальному ремонту дома. Сейчас у них проектная работа на завершающей стадии. После будет сделана экспертиза, поданный весь пакет документов в департамент. В департамент будет подан полный пакет проектно-сметной документации, после чего будет проведен тендер. Та организация, которая будет выиграть этот тендер и будет проводить строительно-монтажные работы по всем этим видам работ. В Шевченковском телеотделении КП «Наш город» говорят, необходимая документация будет собрана к середине июля. После определят подрядчика, который и будет выполнять ремонт дома номер 70 по улице Вайнстрой. Мы проследим, сдержат ли коммунальные службы обещания в этот раз. Это был «Социальный патруль». Мы не просто рассказываем о проблемах, а делаем все, чтобы они решились как можно скорее. Обращайтесь, и наши журналисты приедут. В студии работал Павел Васильев. Мы увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин